Субтитры делал DimaTorzok Эту картинку я случайно нашел. Это реальный стикер. Это в штатах. Чуваки сделали стикер. Меняем оружие на ГОП. Объединяем? Ну, это ж Сепьян и Джонс. А ты в курсе еще, как сделаешь стрелы? Потому и использовали то и другое. Ну, это немножко обо мне. Я 15 лет в IT. Перепробовал все, что только можно было. Солище стола. Да. Саша, спорим нет. А? Почему? А, эликсиры не пробовал, мне не нравится. Немножко историю. У нас есть какая-то теория в IT. Теория бороды. Кто-то знает ее? Я знаю. Ну, это не бороды, а facial hair. Потому что есть шпервый. Ну, сейчас да, немножко расскажем. Вот этот дедушка, это Джеймс Гослин. Он придумал джаву. Ну, у него вот бородище. Волос нет, но борода есть. Кен Томпсон и Денис Ричи. Они придумали Unix. Си. Ну, и Си тоже. У них как бы борода. Это японец, я не знаю кто. Остался бездесным. Си тоже, что ж не мог ли его бороды нету. Ну, да. Это Джон Маккард. Это все объясняет. Это Лиз. У него еще и Haier где-то. В другие периоды у него еще побольше было. А в других периодах у него еще побольше было. Не, это он наверно для фотографий специально побрился. Чуток. Это-ро Лори Волк. Первый, у него будет сище и волосище. Ну, Макса мы знаем, у него тут что-то растет. А это Ричард Столман, как видим, он вообще не срежется. Ну, он круги и гном. Посмотрим вообще на популярность языков последние годы. Вот это си и джава, но в последнее время они куда-то упали. Руби как был на хреновом уровне, так он и остался. А, Visual Basic сейчас по уровню с Руби. Ну, все вот где-то вот тут тусуются. А почему? Потому что появился вот этот мальчик, который придумал Node.js. Сейчас Node.js опроса не верим. Куда ни плюм, везде Node.js. Зачем, я не знаю. Есть еще вот такой вот рок-парь. Он придумал очень классную вещь. Благодаря ему у нас есть UTF-8. А так был бы зоопарк коневрован. Помните? О, да. ЦП-866. У тебя кое-8у не подставили. Да, да. И все. Он придумал план 9. Это Unix мастероида. Если в Unix есть как бы девайсы, можно как-то с ними общаться. А в план 9 у нас все девайсы. И в них можно писать. Например, есть редактор Акма, в котором можно через пайп написать текст. И он в редакторе появляется. Очень прикольный. Ну, и он придумал Go. Тут даже суслик есть. Вот как-то все сломалось. Популярные языки в данный момент сейчас авторы не бородаты. Значит, теория как-то не работает. Пойдем дальше. У нас есть Ruby. Почему мы его используем? Потому что он динамический. Он объект-ориентированный. Мы все к нему привыкли. Это удобно. У нас динамическая типизация. У нас была строка, потом стало число, потом вообще хеш-объект. Как-то с этим живем. У нас есть метапрограммирование. Метапрограммирование. Это просто Silver Palette Ruby. Генераторы, DSL. Можно все что угодно писать. И блоки. Блоки тоже. Такой штуки нет ни в одном языке. Из-за этого мы любим Ruby. Потому что блоки это круто. У Ruby есть уникорны. И они очень крутые. Крис. Мы все их знаем. Как и странно. Тоже все используют. Шеф. Да ну. Круто. 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 И трейсы. Что у нас такого написали на Ruby? В ДХАП. Мы его все знаем. Бейскаут. Вообще для чего рельсы были созданы. Airbnb. На рельсах. Шопифай. Зендеск. Твич. Это куча продуктов, которые были написаны на Ruby. А что же у нас есть в Wo? Docker. Сейчас все используют Docker. Потому что это реально удобно. Тебе не нужно ставить там Ruby, Go, Node себе на ноутбук. Просто Docker запустил и все. Kubernetes. Это когда нам нужно запустить одновременно кучу вот этих Docker контейнеров. С какими-то связями. Juju. Для тех, кто не знает. Juju придумали в Ubuntu, чтобы можно было делать Provision серваку. Одной командой. Hugo. Hugo это тот же Jekyll, только намного быстрее. Сейчас он переживает бурную популярность. И, по-моему, про Jekyll уже все забыли. Это KD. Это KValue сервер, в котором можно хранить конфигурацию. Он очень удобен, когда у вас deployment идет с кучей докеров. И как-то нужно хранить вообще, куда мы что выкатили, чтобы потом создать, например, тот же контейн для Nginx. И потом его перегрузим. Prometheus. Prometheus это сейчас очень популярное мониторинг. Graphlan. Опять же, Graphlan круто тем, что это очень удобный дашборд для мониторинга. И он может сжирать данные как с Prometheus, как с Elasticsearch, с Influx, либо со всех разных моментов. Consul. 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 Это детищик HashiCorp. Который наподобие TKD. HashiCorp это та корпорация, которая сделала Magra. Мы очень все на него фапали в то время. Там же сделали Terraform. Которая опять же. Все вот эти вот узы, они облегчают жизнь админам скорее всего. Есть Bigger. Bigger это рельсы. Только на кого. Используется в Taobao. Taobao это один из самых больших магазинов Китая. Нагрузки миллиардами. Ну да. Как RoachDB. Это очень интересно. Это вроде как и новое DB. Нагрузки написанное, но позволяет работать с драйвером Postgres. То есть он пригидывается в Postgres, а ты с ним работаешь. Для смены драйвера. А каким Postgres он прикидывает? Ну он не знает. Ну, по крайней мере, прям 36 драйвера нормально работают. Кто у нас использует Go? Google. Basecamp. Google. Да, они реально используют. Сказали, что Ruby все равно основной, но используют. Heroku. Uber. Twitter. Twitter, по-моему, использовал все языки, которые только мог. Начали с Ruby, закончили Go. Судя по всему, прикол. Не, я думаю, у них просто сетё постоянно меняется, и... Shopify. Shopify сказал, что Go теперь их не третий язык после Ruby и JavaScript. Netflix. Сэмбриф. Твич. Почему всё это так? И почему они продолжают использовать Ruby? Да, вот. Что выбирать? Никто не задавался вопросом. Что выбирать? У Ruby. Плюсы. Орм. Обжиг Relation Map. Кстати, в Гоне любят Орм. И ShipLineWaySql. Не в ее области. ДСЛ. Разработка очень быстрая. Ну, вот проблема с перформансом. Go. Типы у нас статические, нельзя менять, и это хорошо. Компилим в один бинарный. Тоже круто. Да, вечно. Доплой просто. Замечательный. Да. Работает очень быстро. Ну а вот писать помедленнее. Мы будем использовать оба. Я расскажу почему. А, вот. Наверное, некоторые так оба. Но лучше подраться по языкам. Что у нас вообще в web application? Каких частей? У нас http-роуты, база, ассеты, бэкграунд-жобы, у нас gt-export, import, deployment. Без этого никакой проект не продвинется. http-роуты у всех одинаковы. gt-post, delete-out. Но есть части, которые можно переписать на blog. Даже если у вас... Ну вот, мы используем админка на Rails. А дача на blog. Почему? Потому что парсинг вот этих вот json, xml и всего остального быстрее на blog. Ты даже не задумываешься... Может быть, другой сериалайзер json использует? Что у нас? Podge, Yagile и все остальное. Тут просто один. База. Мы вставляем, выбираем, обновляем. Самое важное, это иммиграция в проекте. Если иммиграции нету, то ты просто застрелишься. И здесь, кстати, с драйверами вроде все хорошо. Потому что драйвера внутри написаны MSI. Плюс незабываемо использовать bulk insert. Это очень большая проблема. Иногда там пихают по одному insert тысячи записей, но спрашивают, почему медленно? Bulk insert. А вот миграции, честно, в blog никакие. Это миграция в blog. Честно, после работы с Ruby, я забыл, когда я это стало SQL для миграции. Зачем? У нас есть вот такое вот перепрыгивание. Это миграция в October. Удобно. Понятно. Не хочешь October как подкисиклы. Тоже все понятно. Мы для одного проекта использовали SQL для миграции. Потому что посмотрели, как на двое это реализовано. Ассет-компиляция. Тут тоже все просто. У нас есть зоопарк джаваскриптов, зоопарк CSS, темплейтов. И тут пока только одно решение, которое пока еще популярно. Спасибо Node.js. Ну кто его использует? Он уже древний. Голб тоже уже забыли. Простерифай тоже забыли. Сейчас модный вебпак. Я думаю, в следующем году появится... Гранд еще был. Гранд еще был. Гранд. Честно, не знаю. Пока используем вебпак. Он есть как в рельсах, так и в глоб. Гранд, в Датабейск, радис, раддит и кью Для тех, кому нужно как-то скейлинг. А, даже есть эти рутины в глоб? Ну да, я сейчас... The line-джоб, ну реально... Обращаться в базу, но не так мне инсеркта. Тут еще Reskill, У нас спорки, это очень дорого. А сайдкик вообще просто жрет парень, как не всегда. Ну сколько у тебя есть, только он сожрет. А потом еще попросил добавить. Если что, получится. Ну я вот смотрел в GitLab, специально написали киллер для сайдкика. Зачем? У нас есть GoWorker, который рейсит компактен. У нас есть GoWorkers, которые сайдки компактен. Можно слой написать через GoRoutine и канал. Export import. Ну, здесь прерогатива орудий. Он просто в этом. Вот так. У нас есть DSL. У нас метапрограммирование. Ты кусочек кода показывал, там нужно его попороче сделать. Пайтон. Опять же, вы можете написать скрипт на Ruby, который будет выплевывать в Go. И там Go будет делать какую-то обработку. Это всегда удобно. Деплоймент. Я уже, честно, я забыл, когда использовал Capistrap. Почему? Почему? А зачем? Я придумал, ну вот есть Docker, есть Docker, Flynn, Docker Compose. Мы сейчас используем доку, очень удобно. Ты просто пушишь в репу, и всё. И он тебя там собирает. Хочешь из хероку в BasePack'а? Хочешь в custom Docker Container? Это очень удобно. А музыка? Ну, почему я не знаю? А, такой шоп крутилось? Нет. Там есть гифка с кроликом. Ну, я буду кроликом. А есть? Есть вопросы? Слушай, а зачем в Go нужны эти бэграунд-воркеры? Потому что рубистов обычно им в укор ставят, чтобы вы, мол, это придумали в сообществе Ruby, потому что это костыли из-за того, что Ruby не нормально работал. Хорошо, смотри. У тебя иногда бывает так, что тебе нужно, ну, жоба не сработала, тебе её нужно запихнуть обратно. Типа, ты мечтаешь, что на рутинах этого не сделаешь? Зачем? Нет, она в любом случае на рутинах. Ну, смотри. У нас есть приложение, которое написано на рельсах. Оно складывает себе привычным образом или как в REST или SIDE KICK. А ты его обматываешь на Go. Вот, например, у тебя там обработка того же ордера, да, или какие-то notification. На руке, ну, будет дольше. Ты можешь части, которые... А ты, типа, общаться между Go, BK, REST и BK, REST. Да. Тут вообще просто... Плюс, как ты скейлить будешь? Если ты пишешь Go-проект, чистый, с нуля, тебе, по сути, не нужны эти, типа, граутворкеры. Хорошо. Как ты скейлить будешь? Вот смотри, у тебя Dinary 1 запустил, у него своя внутри очередь. Угу. А как ты будешь его скейлить? Ну, хорошо, у тебя сейчас один бокс, и он работает. Потом нагрузка выросла, а тебе нужны еще вторые. Будет у каждого свою очередь? То есть тебя никуда не ведешь? Никуда. Там на Core есть большой discussion, почему, типа, чувак там создал свой машинер, это библиотека для Go. Зачем, если есть, опять же, channel и Go routine? Да, можно, но, опять же, проблема скейлинга, проблема кетчинга. Например, статистику ты как будешь собирать? У тебя там отработало тысячу job, из них там пять упало. Как ты будешь retry делать? По сути, это крутая штука для кемического программирования, но для промышленной разработки это уровень рутины эти. Почему? Ну, для промышленной разработки она все равно не особо нужна. Что в твоем понимании за рутины? По сути, отдельный процесс создается. Ну, это больше ближе к трендам. У тебя один процесс, и вон какие-то задачи распоролели. То есть ты можешь параллельно и асинхронно выполнять несколько. У тебя могут быть очереди. Можешь сделать полочереди с определенным муфером. Это не академически, это все используют. Ну, а примеры, может быть, где, например, слушаешь, я просто их в бэграунд закидываю? Так это и есть бэграунд. Не, мне не через двери закидывать их, а вот именно вот так вот через рутины создавать. Что обрабатывает лучше через рутины, а что лучше закидывать в бэграунд-воркеры? Ну смотри, например, бэграунд-воркеры можно использовать для какой-то email-нотификации, где у тебя идет обработка. А если тебе нужно просто плюнуть куда-то, дернуть какой-то HTTP, то можешь в городе иметь. Они легкие. И блогинга не будет. Короче, есть миссию ответственность. В каждом конкретном случае ты выбираешь то, что тебе удобно. Например, есть статья, как раз в Uber написали, как они перешли на блог. Они не используют сначала Retis. У них каждая машина, у нее в свою очередь, она там как-то обрабатывает. У них нет общения между этими машинами. Плюс они построили структуру так, чтобы даже если она умерла, то и умерла. Ну это сродни тем же Камиказе процессам, который был. Ну умер-умер, а у него следующая запуска. Те же веб-сокеты намного удобнее держать коннекшн в ВОП, чем в Руби. Ну это зависит от того, какие данные важны, если обработка их обрвется, либо не важно. Ну смотри, веб-сокет это у тебя постоянная коннекшн к серваку. Руби, тот же Puma, сколько бы там, нажали-не нажали, запускали, но просто жрет память. А процесс на Go, ну может 10-20 мегабайт сожрет, и он не будет расти. То есть сколько бы там не подключалось... Кстати, для этого, для ActionCable есть гем, который называется AnyCable. И он там, кажется, с ногой написан, и он вместо 300 мегабайт, по их заявлению 20. И это вот тот классный микс. Мы продолжаем использовать Ruby, потому что он красивый и на нем удобно писать. Но есть части, которые нам нужно побыстрее. Gov, это вообще очень простой язык. Там классов нету даже. Почему есть? Ну, есть структуры. Можешь использовать структуры. Будут такие же, как бы, объектоподобные. Так же, как в JavaScript, там нет классов, там есть структуры. Уже есть, уже не было. Backmascript есть, в JavaScript нету. Ну это, считай, не до языка вообще. Что именно? JavaScript, так что его не надо переводить здесь. Почему? Ну, не упомяяешься. Вот JS почему-то ж популярен. Популярнее, чего поддержат классы на JS. Это если ты будешь JavaScript. Подожди, сейчас мы уйдем в другую сторону, ребят. Вот смотри, ты говорил про xml parsing, про libid, которых у нас там тысячи. Go, типа все делается легко и просто. Но они все там ноль, ноль, первая версия. Там ноль, там какая-то версия. То есть, это стабильная версия еще далеко. Ну а что значит стабильная версия? Стабильная версия, это значит, что если ты начинаешь ее использовать в проекте, у тебя есть гарантия того, что она будет мейтейниться. И смотри, версия, когда ты берешь ее в проект ноль какая-то, да, она может оказаться в мусорке, потому что придумай какую-то другую, более стабильную. Кажется показать, что каждый, кто делает новую libid на Go, пишет, что это ну самая быстрая версия для зерона 0.1. И у тебя выбор между 10-15 libid, которые все версии 0.1. Потому что они все там следуют, ну, то есть, ну, наименованию. В том же Unix очень много есть тулов, которые, ну, левую библиотеку имеют годами, там, десятилетиями. Ну, это не говорит о том, что они не собили. Не, ну, плюс, да, ну, очень, как бы, можно все стандартными библиотеками делать. Ну, так как, может, ходить такая штука, ну, среди разработчиков, что библиотеке это, типа, нам не надо. Да, да, вот, ну, я про это. И там смотришь эти библиотеки для Go, они, ну, все почти заброшены. А они, типа, написали, и что-то работает, все, и дальше, ну, коммита старая. Смотри, тут, самая большая проблема, что ты пишешь. Если у тебя там здоровый проект, то ты можешь использовать библиотеки. Почему-то Taobao себе написала рельсы, там и ОРМ есть, и ассеты, все есть. Они же почему-то упоролись. Упоролись для того, чтобы тебе было быстрее писать. Так же и ты можешь на Рубе писать. Плей на Рубе, зачем тебе рельсы и все остальное. Не, ну, говоришь про сообщество. И, типа, как вот, сообщество оно считает? Где оно считает? Ну, посчитали бы блокпост, либо, скажите, по митап. Они все говорят, что библиотеки это не надо, там все просто, что ты сам пишешь все. Но ты больше будешь кода писать. Не, я это понимаю. Я говорю про то, что вот, как сообщество. Комблинин, это про сообщество, да. Ну, вот, есть еще один спект выбора технологий. То есть сообщество, он и так вывод, да, вот он, кто не от сущности. Ну, честно, в свое время тоже было такой сброд и шатание. Комблинин. 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 Ну, как бы сейчас появляется в его го, как бы, комблинин, оно развивается. Он не такой популярный, как Руби, ну, в плане использования, что у Руби есть, там, больше десяти лет его коммерческого использования в больших корпорациях. Те же рельсы начали когда использовать. И только недавно, например, тот же Руба Кофф появился. Появился Брейкмен. Для этого мы тоже этим ничего не используем. А в каждой комблининти растет. По вот этой схеме, о которой ты говоришь, может у тебя были какие-то примеры, где оно действительно здорово сработало в хороших клиентских проектах в продакшене. Вот мы вчера выкатили в продакшен, сервис показывает рекламу. Админка на рельсах. То есть фронт. Ну, грубая. Где создаем контент, аплодим картинки, файлы, все остальное. Комблейны эти создаем. Это на рельсах. Менеджмент и взаимодействие с пользователями? Да, на рельсах. Потому что это быстрее. Но там то место, где нам нужно отдавать контент. А там нужно контент отдавать очень быстро. То есть это микросервис получается или как? Или это чисто такой backend view? Ну смотри, на фронте для пользователя рельсы. Он там заполняет. А то, что отдается уже там. Паблишерам, это написано на гору. Есть просто один статический binary. Который в доклере, там на Alpine. 5-мин-байк. Есть. В нем компилинен и в Javascript, и CSS, и HTML. Плюс я могу его скейлить очень просто. Ну вот, сейчас мы его запустили, там нагрузка пошла. Ну где-то пока по 1000 FPM. Вот он гопроцесс как жрал 24-25 метров памяти. Так он и живет. И он к диску не обращается. Он просто отдает из памяти. То есть вы взяли там большой кусок, который поставили на рельсе, потому что это удобно. И потому что там не было как бы необходимости. Это быстрее было. И быстрее. А клиентская часть, которая взаимодействует, должна с нагрузками бороться. Да, нагрузка. И шарится одна и та же баха. И с использованием докера можно никсовать как можно. Ну то есть можешь просто архитектуру назвать? Ты говоришь, что у тебя рельсы. Что за стек получается? Там очереди? Там у тебя как они друг с другом общаются? Бластер какой-то. Чуть в базу. Хочется. На данной базе на прямую. Спас. Я знаю, вторая группа пишет как через что. Да. У нас отдельно как бы рельсы. Они пишут в одну и ту же базу. А год читает этот базу. Да. Год читает. Ну и пишет. Нам приятно. Упрешены, статистики. Вы реализовали CQRS на уровне 2 приложений. Типа одно число для чтения, а второе для одного. Да нет. Да можно даже написать еще одну одну. То есть она знает структуру данных. Она будет создавать эти же все объекты. На то, чтобы писать базу. Год читать. Это просто оптимизация. То есть мы до этого писали подобное приложение на рельсах. Оно отдавало где-то 20 миллисекунд. Этот же контент. Сейчас. Ну это с кешированием совсем. А сейчас это без кеширования, без ничего отдает 5 миллисекунд. Это с походом в базу компиляции шаблона и отдачи. Да. Слушай, а на рельсах же можно... Есть вот эксибонус реалайзер и для него есть миксина, которая позволяет стивилизовывать сразу данные из CQRS в JSON. Там ее ставишь и оно так работает магически. Ну хорошо. Вот. И то есть дольше всего же в рельсах работает эксибонус реалайзер и создание. И ты его минуешь по сути. И по сути Руби там только будет. У тебя остается рак. Просто переход на голы в примере с упадением с 20 секунд до 50 секунд показало, что узкая главушка была не база, а оверхед, который давал Red. То есть если мы даже эксибонус реалайзер... Нет, не рельс. Ну, Руби, да, именно. И даже если мы эксибонус реалайзер и что-то там запишем, то все равно вот этот вот оверхед, который есть там в рейке, он все равно останется. И в Go он меньше получается. Ну, это... Ну, сейчас я... Это даже не спеширование. А? Ну, это не спеширование. Ну, сейчас я вот смотрю, у меня проблема в том, что Nginx медленно дает. Реально. Будет базов только читать. Да? И пишет. В эту же базов? Ну да. InCenter? Да. Ну, из-за того... Ну, ты же читаешь InCenter? Да. Ах, ну, а ты... Постгресс. Постгресс. Ну, гошные процессы пишут и в постгресс, как в fallback storage. Ну, просто пихаем, мы никак не обрабатываем. И пишем в influx.db. Ну, хобби. А уже с инфлюкса, со статистикой. Ну, и смотри, вот твой прогнал, да? То есть, пускай там... Сколько получается? За 10 на 5 это, да? На 4 раза перформанс вырастет. А если ты его будешь скрыть, то есть, в сравнении твое приложение, если бы ты делал его, например, на пью рельсах и на Go. Ты считал пост, например, чего будет стоить просто там, как бы, иметь инфраструктуру и там работают другие приложения? Ну, либо заморочиться, да, там, прокачаться в Go, и у тебя там, ты реально там денег сэкономишь, потому что тебе не надо будет там покупать, например. Ну, смотри, как бы рельсовое приложение, до этого там каждый процесс Puma, а у нас их было 4, ожирал по 500 метров память. Ну, понятно. Дизервера. И сайдкип, еще гиг. Всего? Ну, его просто потом прибивали тогда. Сожрал больше. И вот, например, 4 Puma, это уже 2 гигапаки. И еще сайдкип, 5. Сейчас один веб-процесс у меня ждет 24 мегабайта. Такая железо дешевое. А? Ну, в таких объемах железо дешевое. Что значит? Ну, смотри, я уже говорил о том, что бизнесу платить 35 тысяч и 5 за серваки. Это, знаешь, очень большой уровень. Это же долларов или минимум? Доллар. Доллар. Не, за 5-дековый платить не платят. Не 5-дековый платят. Смотри, я тебе не об этом говорю. Не, так ты упрешься, но ты память не упрешься, а ты в channel упрешься. Да. Ну, то есть ты... Нет, я могу использовать дешевые VPS-ки. Там, с 512 памяти. У меня просто их пачка будет. И у меня уже упор в том, что мне Nginx медленнее работает, чем Go отдает. Да. Например, статику, вот статические файлы, которые вкомпилены в этот бинар, он отдает там 20 микросекунд, 50 микросекунд. А Nginx потом отдает 50 микросекунд. Потому что Nginx обращается к файловой системе, а в Google уже все вкомпиленах. Да. Работает только из памяти. Плюс, ну, реально можно Nginx убрать и просто запускать, отдавать Go. Да. Если статики не слишком много, даже если ее достаточно много. Он будет отдавать быстрее. Да. В тот же GitLab они тоже используют Go. У них есть там Whitehorse, который проксирует запросы к Unicorn. У меня была такая же структура на рельсах в предыдущем проекте. Ну, вот на рельсах ты разработал, например, за N часов, а на год разработал N на 5. Так мы все не сравнишь, да. По времени сколько это разница? Я тебе не могу сказать. Ну, вот сейчас в предыдущем мой проект писали год. А вот этот новый написали за два месяца. Представь, ты вот сейчас переписываешь, например, свою Libin, да? У тебя на 10-ти из другого языка есть. Да, я понимаю. Потому что денег, я бы, было потрачено на разработку больше, чем можно было просто сервакин купить. Нет. В учетом этой карты. Нет, нет. Ребята же, наверное, не просто. Да. Саша же не просто так переписал. Наверняка, кто считал, переписал. Просто смотрите. Если у вас есть проект, у которого сложная отминка для создания никаких сущностей, но фишка очень простая. Там нет авторизации. Там нет какой-то сложной логики, которой не нужно на год дублировать. Авторизация, какие-то права, что-то откуда-то вытянуть. А просто она плюется. И на год вообще можно написать, условно говоря, за неделю до жили. Если ты не знаешь, то ты отличный эффект получаешь по производительности, по праву памяти остального. Да, если же там просто есть, то, конечно, уже надо думать. То есть, стоит ли это все дублировать и писать на голову. Так очень похожую структуру... Если кто-то... Максим рассказывал много раз про нитроген, про фреймворк эрландовский, который они пилят. То, что там 15 мегабайт эрландовская машина, она может спать. И за время, пока будет процесситься веб-запрос в веб-сервере, она успеет подняться. То есть, да, отреспондить и умереть. То есть, я вообще понимаю, что ничего не случится. Ну, то есть, здесь смысл такой. Тебе уже правильно нужно распределять задачи. То есть, если ты знаешь, что вот здесь можно очень хорошо реализовать на год, просто вычинем, было отдельно все сделано. И самое главное, что оно вместе работает. Опять же, есть Rescue Sidekick compatible процессор. Например, зачем тебе Sidekick процесс, который будет жрать гик? Хотя ты можешь сделать то же самое и будешь жрать 60 метров. Еще быстрее обработать. Да, еще быстрее обработать. Можно я просто пример из жизни? Подобный принцип. Вот, допустим, если у нас там знакомый, есть какой-то сайт, допустим, платформа называется. И у них есть какой-то очень-очень старый, старая CMS, она прохарпект U-bot нам называется. Она ужасная, да. И люди хотят каким-то образом развивать себе фронт. Что мы делаем? Мы просто под эту структуру данных, мы ее вычитываем полностью, пишем фронт, допустим, на рейссе. И вот редакторы продолжают писать, создавать контент на вот этой CMS, а давайте мы его уже начинаем на нашем современном приложении. И у нас есть возможность писать фронт более современный. И самое главное, внедрять новые фичи. То, что было бы там на этом QPot, а не очень менее. То есть два приложения живут в одной базе все. А в какой-то момент мы принимаем решение все. Мы останавливаем QPot, а напишем уже отбивку на чём код. То есть тут то же самое. По поводу структурия грязи. На счёт того, что язык простой, как произошло, что там был кейт печки. Тут нет такого выбора, как в Ruby. То есть на Ruby ты можешь блок использовать, можешь марк, можешь лич, все остальное. А здесь такого нет. И ты по-другому просто не сделаешь. На самом деле нет. Я ждал. На самом деле сменяешь просто 10 тысяч разных библиотек, которые непонятно откуда. То есть каждая команда публикирует своё. И каждая команда. Здесь ты сможешь использовать инструменты одной команды, для которых связывался на QP-15. Да, именно. Я видел все проекты, где он, например, проводил. Ну, опять же, сейчас даже если там какой-то проект не поддерживает, ты его там себе вендор положил, закомитил, и он у тебя там живёт. Какая-то только твоя версия. У тебя же в итоге есть один бинар на выкачется. Да, но просто каждая команда реализует свои интересы. Я тебе скажу так, что давно можно писать на любом языке. Но все говорят, что Perl — это азбекция. Вот какой-то язык, который не знает тебя дотоваться. Ну, это здесь. Слушай, а чего возьми выбрать Эликсер? С Руми продолжим задуматься. Мне Эликсер не нравится в принципе тем, что он тебе закрывает всю мощь Перланга. Это во-первых. Верланг медленно работает со строками. В Эрланге строка — это массив. Он рассчитан на работу с бинарными данными. Да, он работает быстро, но может быстрее. Го работает со строками, но он намного быстрее. То есть ты метрики вычислил там? Го и Эликсер. В смысле метрики? Ну сравнил, что один быстрее будет клада, например. В твоем случае. Можно закончить на словах «мне не нравится Эликсер». Ну, если хочешь, сможешь ко мне подойти, я тебе объясню. Пошли по пацанам. Давайте на Эликсер буквально. Саша, поломай шаблон, приди на Эликсер в кладке и просто обостримся. Да. Ну, это уже нет. Вот оно на Росмедитэйшне все такие рубли. Хорошо. Вот это вот всё. Ага. 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 Ну честно, я попробовал, мне не зашло. Вот если сравнивать с шефом, то что на проект Provision такой делает? То есть если надо поднять сербак на сетапе пользователя, то основной софт поставить. Какие-то библиотеки зависимости. Ну, можно на Jiju. А на этой... Ну, там ещё есть этот MASS, который... Тоже подобная штука, да? Ну, это завязано на Jiju, и ты можешь ему сказать, вот эти сербаки мне настрой вот так вот. И вот тебе скрип, да? Да. Где там SSH ключи, типа пользователи описаны. Нет, он, получается, поднимает bootpad, к нему эти машины, типа, бутаются по сетке, и он сразу их там узнает. Ну, например, если у тебя там 10 SSH ключных сербаков одинаковые, ты можешь в сетке поднять вот этот же MASS, Jiju, и он просто накатывает. Да, и он накатывает, да. То есть это не проследовательность команды. Нет, если тебе интересно, есть ребята, которые там это дело крутили в проде. Ну, если просто интересуешься, как бы, бокс с ним. А если будешь использовать, то есть, короче, отважные парни, которые чарты писали под специальным, то есть, как говорили. Ну, и церковь загружали туда в паблики, работали с ним. Я понял. Ну, мне приятнее шеф. А вот если так идем, шеф, но ты используешь Dota, правильно? Да. Ну, сейчас я с шефом ансирую. Сейчас все расскажу. Сейчас Саша все расскажет. А, и что посвятил нам? То есть, в двух словах я правильно понимаю, что шеф поднимает машину, пользователи, трава, все остальное, и докер ставит докер. Да. А все остальное, это уже, ну, в докер контент. Да. Ну, это удобно. А шеф в соло или хостер? Да, можно. Хостер для этого. Лишь не нужно постоянно обновлять. Ключов на автообновление, он там типа докер. Да, но в соло там же надо как-то заценить. Ну, типа лишний шаг. Плюс я еще там возвращаюсь, я ZDFS использую. Ну, просто суть доклада в том, что не останавливаемся на руку. Нет, это я понял. Вот я, например, говорю. Если тебе нравится эликсир, то используй эликсир. Если нравится Java, то вылезу. Нет, я уже разделяю. Ну, честно, на Java тоже можно писать. Вопросы можно писать. По-моему, еще надо сказать, что люди часто употребляют язык, там Java, еще что-то. Мы используем эти эликсирные сервисы. Мы же используем Elasticsearch. Вот тебе Java. Ну, зачем мне надо знать Java, чтобы использовать всю мощь Java через Elasticsearch? Докер используем там. Это на раннем пишет. Используйте правильные инструменты по правильной задачи. Да. Все, иду. Коротк будет? Ждем тебя на эликсире. Я подумаю, медитейшн.